Я напомню или сообщу тем, кто не знает, что есть 12 проектов, которые состоят из одного результата и одного показателя. Мой опыт рассказывает о 12 программах, у которых среднее годовое количество результатов – 170. Эта цифра постоянно меняется. По факту каждый результат – это самостоятельный проект, если мы берем любую методологию. В том числе и по причине разнородности структур 12 проектов, реальность этого выглядит именно так. Достаточно много пространства зеленого, столько же красного. Если ты что-то спланировал не вовремя и тонкая край желтого, то есть нейтрального. Желтый градиент в госпоправлении – это положительный градиент, но достаточно нервный. То есть мы понимаем, что, скорее всего, мы перейдем из желтого не в зеленый круг, а в красный круг. Поэтому все дружно нервничать, поэтому все ждут постоянную актуализацию любого трейса. Посмотрим же, как проходит один из процессов администрирования нацпроекта. Этот процесс очень важен в условиях регулярности, которые являются инструментом адаптирования. Запрос на изменения. Здесь представлен верхнеуровневый алгоритм. Я не буду углубляться, что до самого запроса изменения необходимо получить поручение. Кстати, Федор Крошин, который выступал в первой пленарной дискуссии, это тот человек, от которого я получала пушинги по несколько раз в день, о том, что почему у нас что-то где-то горит. И да, Федор прекрасен в приложении проекта в процессы. И напоминание, когда и что может наконец-то загореться. Соответственно, именно через аппарат правительства мы получаем необходимые вкручения. Также запрос на изменения должен пройти в предложение через аппарат правительства, через аппарат внутри федерального органа исполнительной власти, либо РАИ, если проект имеет внутри себя и региональную составляющую. Также есть специфика в очередности процессов при различных критериях. Это сейчас неважно, мы не будем их рассматривать. Рассмотрим международный процесс, как его сегмент выглядит изнутри и как выглядит снаружи. Изнутри этот гиполномерный процесс, он представлен здесь на слайде, занимает он порядка месяца-полутора. Снаружи это будет долгая задержка, как будто с тобой никто ничем не хочет заниматься, твои документы не хотят читать. А потом оперативный шар, зеленый оперативный шар, это же мечта в электронном бюджете. В принципе, мы в системе госуправления, правда, мы с ним просто светофором, поскольку весь электронный бюджет – это один большой светофор. И рейтинг, как я сказала, это тоже сплошные светофоры. По модели Каневе, проектное управление в государственной системе находится между упорядоченными, сложными и простыми системами. Стремится скорее все-таки к простым, но прилегает скорее к сложным, так как все предусмотреть и учесть множество перемен, довольно проблематично. Ну и последнее, на что я хотела обратить ваше внимание, это уровни должностей, увлеченных в государственное управление проектом. Как вы думаете, насколько легко в обречь этих лиц в принятии решения, оставлять их вообще внутри контекста? Чем у нас живет проект, какие там возможные изменения, и получить их обрублено? Соответственно, небольшое уточнение. В президиуме Совета собирается примерно ежемесячно, с, конечно же, председателем правительства. Президиум прав комиссии или проектный комитет еженедельно собирается для некоторых изменений, необходим обязательно очень в президиум Совета, который проходит в замечающий раз в квартале. В общем-то, в связи с этим у меня вопросы и к нашему аудиторию, и, в принципе, к любому из участников по проектному управлению. Это, как вы думаете, насколько готова к изменениям и адаптивна система управления государственными проектами, учитывая ее полномерности и уровень участия. На сколько? Ну, знаете, на самом деле, все не настолько грустно, поскольку на каждом уровне есть адепты проектного управления, право спасает. В аппарате правительства есть департамент проектной деятельности, который вмешал сегодня сообщениям о нашей принимающей стране. Там собрались, правда, адепты проектного управления, которые все проокушивают. Мне как-то перед Новым годом удалось купить себе новогодний подарок, и у нас есть такие инициативы социально-экономического развития, 42 инициативы господина Шустина, изменения в которых возможно заносить только с его будущего. Вот. И руководитель департамента проектной деятельности, повторюсь, сделал мне новогодний подарок, мы за две недели смогли провести от старта, от инициации изменений, до утверждения этих изменений, за две недели перед Новым годом непосредственно. Это было очень нервно, но это произошло. И, соответственно, чем больше адептов проектного управления есть в Паиве, РАИВе, тем, мне кажется, быстрее все происходит. Насколько мне известно, только Винцифра России обладает президиумом правкомиссии, который проходит в еженедельном формате, оставили его на своей площадке. Опять же, Федор Крошин тоже очень активно подключен в этот процесс. Выглядит он как раз примерно здесь, он найдется. Это рассмотрение материалов участниками проектного комитета, рассмотрение материалов председателя проектного комитета и подготовка протоколов. И чем больше участников вы можете перетянуть на свою сторону, тем быстрее вам удается произвести те или иные изменения и ответить на таблетность. У меня на это все. Если есть какие-то вопросы, я с радостью отвечу. Вы знаете, прогнозы, на самом деле, я думаю, 23-й год покажут, что изменится все очень оперативно. Мы понимаем, что в 24-м году у нас выборный период, стартанет он примерно с осени. И для того, чтобы правительство понимало, на какой стадии на самом деле сейчас находятся разного рода предвыборные обещания, то процесс значительно ускоряется. Есть постановление правительства 1288, которое с последних нескольких лет потерпевает изменения. И все эти изменения направлены как раз-таки на ускорение процессов, на облегчение их. И, возможно, некоторые из пунктов, которые были приведены на слайде, будут исключены. Редактор субтитров А.Семкин, Корректор А.Егорова Музыка. Спасибо!